Немножко с развлекательного сообщения, которое посвящено месту цифровой патологии в работе врача-патолога-анатома. В большей степени я затрону некоторые проблемы реальные, которые осложняют внедрение этих технологий, и расскажу немножко о перспективах. Вообще, что такое цифровая патология? Конечно, все началось с возможности оцифровки микропрепаратов, создания их полноценной цифровой копии, так называемой wall slide image. То есть мы имеем полноценную, зачастую даже многослойную копию микропрепарата. Это существенно расширяет наши возможности в плане анализа и делает этот метод сопоставимым со световой микроскопией рутинной. И ведет за собой целый ряд других возможностей. Это возможности машинного анализа на совершенно другом уровне и возможности применения и внедрения искусственного интеллекта, что сейчас очень активно развивается. И можно это назвать хайпом современным в патанатомии. Ну и тут есть масса возможностей, конечно, для дистанционного консультирования, для телепатологии, для образования, формирования в том числе дистанционных образовательных курсов и мероприятий, больших подборок, полноценных коллекций слайдов. И это возможность оценки качества, в том числе опять же дистанционной. Но начнем, собственно, со сканирования. Сканирование – это тоже такая система непростая. Существует несколько подходов к захвату изображений. В следующих докладах мы немножко подробнее об этом остановимся. Но я остановлюсь на других вопросах. К сожалению, на сегодняшний день сканеры микропрепаратов не идентичны простым, скажем, планшетным сканерам, которые мы используем для копирования документов. Это не то, что можно положить бумагу в планшет и получить одинаковую копию вне зависимости от пользователя, хотя у планшетных сканеров тоже есть определенные настройки. Сканеры микропрепаратов гораздо сложнее. Они требуют отладки, требуют настройки параметров сканирования, настройки параметров цветопередачи, цветовосприятия и периодической калибровки этих параметров. Кроме того, возможность использования этих изображений и работы с ними связана с тем, какие имеются инженерные сети, какая пропускная способность сетей, скорость передачи сигнала. Это тоже, к сожалению, на сегодняшний день в нашей стране ограничивает использование во многих областях. И непраздный вопрос – это вопрос хранения информации. Если посмотреть международные данные, то уже говорят о том, что сканирование оцифрованных препаратов в итоге в сумме оказывается дешевле, чем хранение физическое, стекол и блоков. Но, тем не менее, это не просто складирование информации, не просто вопрос наличия каких-то терабайт или пентабайт хранилищ. Это еще вопрос организации этого хранения, организации доступа к этой информации, к этим огромным массивам. Вопрос скопирования, сохранения информации на случай каких-то непредвиденных технических ситуаций и сохранения резервных копий. Это все приводит к тому, что на сегодняшний день, чтобы это функционировало эффективно, нам необходим технический персонал, который обладает соответствующими компетенциями, как в плане технического обслуживания, рутинной отладки сканеров, так и организации хранения и передачи данных, которые мы получаем. Ну и немножечко о больном, конечно, об этом необходимо сказать, потому что в нашей стране очень большие надежды возлагались на внедрение сканеров и использование дистанционного консультирования, дистанционного анализа препаратов, как и во многих других странах. Но мы столкнулись с тем, что перед сканированием у нас есть целый ряд проблем. Это проблема отсутствия стандартизации пробоподготовки, это проблемы на преаналитическом этапе, которые приводят к тому, что те препараты, которые попадают в сканер или могут в него попасть, имеют неоптимальное качество. Это приводит не только к артефактам самого микропрепарата, но и к артефактам сканирования, которые, в общем, усугубляют друг друга и делают невозможным анализ подобного материала. Это связано с тем, конечно, что у нас процесс обработки материала и формирования заключения, он многоэтапный, и основные проблемы у нас возникают на пре-преаналитическом этапе, который, к сожалению, зачастую либо не отслеживается, либо не стандартизован, либо недостаточно контролируется. Это этап направления забора первичной фиксации и доставки материала. И есть целый ряд проблем на преаналитическом этапе, когда, опять же, нет стандартов обработки, нет стандартов оснащения и снабжения реактивами тех лабораторий, которые осуществляют изготовление гистологических препаратов. И поэтому внедрение сканирования не может решить все эти проблемы, которые начинаются задолго до него. И оно и не смогло это сделать, но зато обнажило те проблемы, которые есть на предыдущих этапах. И, безусловно, необходимо принимать какие-то усилия для того, чтобы их решить. Потому что вот это как могут выглядеть два среза с одного и того же блока. И размер слайдов совершенно разный. Проблема в том, что большинство сканеров на сегодняшний день на рынке имеют довольно строгие, жесткие границы относительно линейных параметров стекла, которое может быть помещено в сканеры и отсканировано. Поэтому если мы не стандартизируем этот этап, мы, к сожалению, не сможем получить эффективной пропускной способности и реализации всех тех возможностей, которые дает сканер. А возможности эти большие. В первую очередь, как я уже говорила, очень хотелось использовать для телепатологии эти отсканированные микропрепараты. Потому что помимо того, что есть цифровая копия, есть еще целый большой набор инструментов, которые позволяют аннотировать, измерять изображения, делать какие-то пометки, указки. Это открывает перспективы грандиозные как для образовательных различных мероприятий, так и опять же для дистанционной оценки качества препарата, которое может быть контролируемо при наличии соответствующих параметров стекла. Но на сегодняшний день, вот у нас есть небольшой анализ по работе по телепатологии за прошлый год, к сожалению, до 2-3 случаев невозможно дать дефинитивное заключение в силу артефактов преаналитического этапа и артефактов сканирования. Этот вопрос требует внимания, и не только внимания административных или регуляторных органов, но и в том числе внимания рабочих на местах для того, чтобы привлечь внимание, опять же, несмотря на тавтологию, к этой проблеме, акцентировать ее и что-то менять. Потому что только стандартизация пробоподготовки, оснащение, снабжение и изготовление микропрепаратов позволит реализовать те возможности грандиозные, которые может дать нам цифровая патология. Ну и, безусловно, это вопросы подготовки и врачебных кадров, и подготовки среднего медицинского персонала, и специалистов сферы IT. Ну, перейдем, в общем, к тому, что в перспективах может дать эта история, и в том числе в практике. И сейчас она очень активно внедряется, и мы в самоподразделении тоже за последние 2-3 года очень здорово продвинулись в использовании возможностей этих систем, и в том числе машинного анализа. И сегодня позже будет сообщение относительно того, как это может быть применено в оценке таких количественных параметров, как индекс КИ-67 на примере рака молочной железы. Это также важно и при опухолях нейроэндокринной природы, потому что пороговое значение этого параметра является показанием для изменения терапии. И таким образом мы влияем на судьбу пациента и должны делать это максимально объективно и точно. Почему сейчас очень здорово развиваются все эти истории с искусственным интеллектом? Опять же, открытие в современной биологии, медицине и развитие иммунотерапии здорово сместило фокус интереса на микроокружение опухолевое. Оно интересует сейчас всех, мы хотим знать, из чего оно состоит, и каким образом оно взаимодействует с опухолевыми клетками, и что получается в итоге этого взаимодействия. Но если мы будем рутинно анализировать так, как сейчас зачастую это выполняется, когда выполняется стружка с парафинового блока, и материал подвергается такому грубому массивному анализу, то есть целый ряд сложностей и проблем, которые мы получаем. Это отсутствие возможности анализировать на этапе анализа ДНК, РНК, либо белков архитектоники, гистоархитектоники, тканевых характеристик, а также это, безусловно, разбавление различных маркеров, в том числе генетических, за счет примеси нормальных клеток. И это делает сигнал либо слабым, либо очень большое количество шумовых сигналов, невозможно выделить те сигналы, которые могут иметь значение. Следующий этап, который предполагается, логично последовал, это выделение отдельных клеток, анализ отдельных опухолевых клеток в первую очередь. Для этого могут быть использованы методики микродиссекции, что тоже является одним из достижений цифровой индустрии. Но здесь мы опять же сталкиваемся с тем, что это изолированный анализ вырванных из среды клеток. Мы теряем информацию и относительно морфологии, и относительно того, какие есть взаимодействия с микроокружением. И мы вернулись к тому, что анализ инситу, тканевой анализ, он является наиболее информативным, наиболее перспективным именно в плане оценки этих взаимоотношений различных элементов, различных клеток и компонентов. В том числе и опухоли инфильтрирующих лимфоцитов в широком смысле этого слова, не только лимфоцитов и различных других элементов лимфоидного ряда. И достижения современные, они позволяют нам инситу метить, в том числе молекулярные различные белки, либо нуклеиновые кислоты, оценивать их локализацию как в пределах клетки, так и на различных клетках. И мы можем оценивать расстояние между клетками и взаимодействие, наличие рецептора элеганда в рядом расположенных клетках. И один из методов – это использование мультиплексной иммуногистохимии или иммунофлюоресценции. Изучение расстояния между клетками сейчас – это непраздный вопрос. Уже есть работы, которые показывают, что это имеет клиническое значение. Я вам покажу одну из них. Эта работа несколько лет была назад опубликована, посвящена она меланомии и карциномии с клеток Меркеля, потому что это те опухоли, которые имеют адаптивную иммунную резистентность к воздействию системы организма за счет гиперэкспрессии PD-L1 в том числе. Но, как показали данные, имеет значение не только уровень экспрессии PD-L1 на опухолевых клетках, не только наличие CD8-токлеточного инфильтрата внутриопухолевого, но также расстояние между этими двумя клетками, то есть между рецептором и легандом. Как удалось это посчитать? Исследователи сделали серийные срезы, которые были последовательно покрашены CD8, PD-1 и PD-L1. В дальнейшем они были отсканированы. И получено суммационное изображение при помощи программного обеспечения, в котором были очерчены границы опухоли и посчитано количество CD8 и PD-1 позитивных клеток на разном расстоянии от границы опухоли. Реализовать это без помощи инструментов цифровой патологии и машинного анализа, конечно, практически невозможно. Такой подход называется виртуальным мультиплексом. И, в общем, он может быть реализован при разных образованиях. Это интересная научная методика. Смысл в том, что серийные срезы с одного блока метятся различными красителями, либо хромогенными, либо флуоресцентными. Если красителей больше двух, конечно, имеет смысл использовать флуоресцентные красители. Потом эти все срезы окрашенные сканируются, и происходит программное наложение срезов друг на друга и получение суммационного изображения на основании различных меток, которые имеются в срезе. По сравнению с истинным мультиплексным анализом, когда на один срез последовательно наносится несколько хромогенных или флуоресцентных меток, потом эти срезы многоцветные сканируются при помощи различных фильтров в зависимости от выбранных меток, и мы получаем, опять же, суммационное изображение. Очевидно, что и у того, и у другого подхода есть свои плюсы и минусы. Это связано и с многократными этапами обработки, и с возможными артефактами в процессе окрашивания, и с наложением, и так далее. Но, тем не менее, это позволяет здорово продвинуться в анализе именно взаимоотношений между различными элементами в ткани. И ученые пошли несколько дальше, посмотреть, насколько этот метод эффективен в клинике, может быть, в клинике эффективен. И, опять же, сравнили несколько маркеров, которые являются предиктивными в отношении назначения иммунотерапевтических препаратов. Потому что мы знаем, что PD-L1, несмотря на то, что он сейчас довольно широко внедряется и широко используется в клинике как предиктор для иммуно-онкологической терапии, тем не менее, это тест, который далек от золотого стандарта, и он имеет массу несовершенств и очень ограниченные возможности. Очень многообещающие были данные относительно уровня мутационной нагрузки, однако они тоже имеют свои ограничения. Поэтому в этой работе, в этом метаанализе были сравнены данные PD-L-экспрессии путем иммуногистохимии оцененной, оценки мутационной нагрузки, оценки данных экспрессии, профиля экспрессии генов, а также мультиплексная иммуногистохимия, либо иммунофлюоресценция. И отдельно сравнили мультимодальный подход, то есть использование сразу нескольких параметров или нескольких тестов для оценки эффективности терапии. Вот дизайн исследования. В дизайн попало больше 55 исследований, 10 типов опухолей и более 8000 пациентов. Вот таким вот образом распределились результаты этих исследований. В левом верхнем углу графика находится идеальный тест. То есть те точки, которые ближе к левому верхнему углу, ближе всего к идеальному тесту, который наиболее эффективно предсказывает чувствительность опухолей к терапии. Вот построили урок кривые, и вы видите, что зеленая кривая, которая выше всех, это мультиплексная как раз-таки иммуногистохимия, либо иммунофлюоресценция. И левый график без учета объемов выборки, а правый график не только с учетом результатов, но и с учетом объема выборки в каждом из исследований. И вы видите, что мультиплексная иммуногистохимия здорово обгоняет все остальные методы, по крайней мере, каждый по отдельности. Что же говорить о мультимодальном подходе? Мультимодальный подход чаще всего все-таки это сочетание оценки мутационной нагрузки и эпиделекспрессии по данным иммуногистохимии. Но вы видите, в части исследований было еще сочетание с экспрессионным анализом. И тем не менее, мультиплексная иммуногистохимия позволяет получить результаты по данным мета-анализа, по крайней мере, более эффективны, чем даже мультимодальный подход. Понятное дело, что реализовать подобные исследования в практике, в рутине крайне сложно, а без возможностей цифровой патологии, без того программного обеспечения, которое доступно, практически невозможно. Поэтому это, пожалуй, наше будущее. И нередко в контексте такого интенсивного развития технологии возникает вопрос, особенно для специалистов молодых, которые стоят, скажем, перед выбором специальности, в которую пойти в медицине, а не заменят ли через 5-10 лет технологии или какой-то искусственный интеллект специалистов, представителей этой профессии конкретной. И мне очень нравится вот эта диаграмма, которая разделила все медицинские специальности, ну, многие, в зависимости от того, каков риск того, что эта специальность будет заменена какими-то технологиями в той или иной степени. И по горизонтальной оси, это крайняя точка спектра слева, вы видите степень повторяемости действий, то есть насколько работа представляет из себя набор повторяющихся действий, и они повторяются изо дня в день. А другой крайней точкой этого спектра является степень креативности, то есть частота возникновения каких-то новых, непредвиденных, непредсказуемых ситуаций в ежедневной работе. И если смотреть по этой оси, то патология или патологическая анатомия, она, конечно, очень креативная специальность, очень творческая. Каждый день появляется что-то новое и в плане информации, и в плане индивидуального опыта, потому что, несмотря на то, что многие опухоли очень похожи друг на друга, но ни одна из них не похожа ни на что. И у каждого пациента образование свое, имеет свои какие-то особенности, у некоторых чрезвычайно разительные. И очень большой набор редких образований, и до сих пор классификации продолжают расширяться, и мы видим, как они пополняются новыми нозологическими единицами, которые имеют и морфологические черты, и фенотипические черты, отличные от тех, которые уже сейчас хорошо описаны. И по вертикальной оси, если мы посмотрим, распределены специальности, которые в нижней части спектра основаны на анализе данных. И патология – это такая специальность, которая основана именно на анализе данных, полученных от пациента в первую очередь, и на анализе морфологических данных. И на самом деле эта работа невозможна без анализа клинических данных, инструментальных методов исследования. То есть это очень аналитическая, дата-бейст специальности, и она действительно находится в этой части. Другой крайней частью спектра этого являются те специальности, которые являются коммуникативными. То есть они подразумевают под собой необходимость контакта с пациентом, коммуникации, общения с ним. И вы видите, что риск того, что технологии смогут заменить патологию, он не так велик, но зато совершенно точно эти достижения, эти технологии станут частью нашей жизни, в том числе, скажем, как, например, мультиплексный анализ, потому что патолог должен будет выбрать ткань, орган, патологический процесс, набор маркеров, и дальше при помощи достижений цифрового анализа уже анализировать полученные результаты. Пожалуй, это очень хорошее определение того, что нас ждет, и это значит, что нам необходимо пытаться развиваться в этом направлении, изучать возможности этих систем, которые доступны сейчас, в каком направлении они развиваются, каким образом мы можем использовать их в своей повседневной практике, как они могут нам помочь, но при этом не забывать о том, что это все равно продукт человеческой работы, и у него могут быть ограничения, и у них есть ограничения действительно, и мы сегодня дальше в этой сессии постараемся говорить не только о преимуществах, которые нам дают технологии, но и о том, какие у них есть слабые места, и как их учитывать в дальнейшем. Спасибо большое за внимание. Если есть вопросы...